Обеспечение безопасности горожан в дни майских праздников – главная тема заседания антитеррористической комиссии, которая состоялась в администрации Самары. В городе на массовых концертах и торжественных церемониях будут усилены меры безопасности, выставят дополнительные отряды полицейских и сотрудников частных охранных предприятий. На входах разместят рамочные металлоискатели. Также на некоторых участках будет ограничено движение транспорта. Полный список перекрытий будет опубликован на сайте городской администрации. У нас идет череда очень серьезных праздников и праздников, которые традиционно людьми воспринимаются как возможность такого семейного отдыха. Убеждена, что на набережной будет много людей в парках и скверах, но и безусловно День Победы, который мы совершенно точно никоим образом не можем обойти стороной. Великий, важный праздник для нашей страны. Есть желание у людей и какие-то дворовые праздники провести, есть желание у людей на параде побывать, поэтому, конечно, всем нам надо с вами быть крайне внимательным. Обсудили и старт летней оздоровительной кампании. В детских муниципальных лагерях до конца мая пройдут межведомственные комиссии, на которых проверят готовность учреждений к сменам и обсудят вопросы обеспечения безопасности детей. В каждом центре будут закреплены ответственные специалисты, а также проведут тренировки для отработки действий при возникновении ЧП и при обнаружении подозрительных предметов. С 1 июня будут работать и лагеря дневного пребывания при школах. Отдельно предусмотрят вопрос разделения в учреждениях отдыхающих и тех, кто будет сдавать экзамены в начале июня. По-разному в школах организован этот процесс. Есть школы, где отдельный вход возможно организовать, и там лагерь пребывает в отдельном модуле, грубо говоря, школы, где в некоторых школах, к сожалению, так организовать нельзя. И в те дни, когда по графику стоит ЕГЭ, дети находятся дома. Таких школ мало. Глава Самары предложила, чтобы в дни проведения ЕГЭ для тех детей, которые не смогут посещать дневной лагерь, были организованы экскурсии, чтобы летний отдых не прерывался, а ребята смогли узнать что-то новое и интересное. Виктория Шары, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.